За ваш труд, как выбраться из безденежья и незанятости, очень долго прохожу первую ступень, читаю мантру и защиту ставлю больше года, будто нет пути. Вы правильно говорите, у вас и нет его этого пути. Почему человек начинает становиться успешным, если у него есть четыре качества, которые я себе повторяю на протяжении всей жизни, это сделало мне богатым человеком. Первое это интеллект, как можно больше читайте, как можно больше развивайтесь, обучайтесь. Сейчас у меня около 11 книг, которые связаны с социальными сетями, которые я постоянно студирую. Одна из них приходится переводить, потому что она написана на испанском языке, и приходится ее в переводчике переводить для того, чтобы ей пользоваться. Уникальные, интересные, новые публикации, которые разворачивают или дают новое восприятие работы в социальных сетях. Это интеллект, это раз, очень важно это. Второе это любовь к близким, это тоже очень важно. Дело в том, что куда течет любовь, туда текут и деньги. Любите те, кто с вами живет под одной крышей, делайте это обязательно. Любить и проявлять любовь в разные вещи, любите их чувственно и проявляйте в виде того, что вы что-то хотите для них делать. Какие бы они ни были, какашки, любите их, любите непременно, ощущайте эти чувства. Почему? Когда человек, живущий под одной крышей с человеком, любит того человека, с которым он находится, то он думает, что он его любит. На самом деле нет. Вы и все, кто под одной крышей находится, вы все есть одно я, семь я. И когда вы их любите, то к вам течет любовь. Не от них, а ваша же. Нельзя самому себе направить любовь. Можно через кого-то. Смотрите. Вы и ваша любовь есть фотон. Они есть электрон. Фотон не накапливается в электроне. Электрон сопряжен с атомом. Таким образом, но фотон отражается от электрона и отражается от атома. Таким образом, ваша любовь, она фотонная. Вы любите их, они это могут чувствовать, потому что электрон чувствует влияние фотона. Но ему от того, что он чувствует, изменений не происходит. Он может чуть-чуть, наверное, увеличить заряд какой-то. То есть от нагрева какие-то, допустим, химические реакции от нагрева могут увеличиваться. Но реакция сама физически может увеличиваться, но сам механизм нет. То есть оно что при холодной, что при горячей, все равно будет происходить. А сама реакция будет неизменно. Так же и у нас. Мы любим их и проявляемся к ними, но мы фотоны. Мы ударяемся этими фотонами и они обратно к нам летят. Наши же, наши. Это важно. Интеллект, любовь к близким, отсутствие страха. Будьте бесстрашными. И самое важное, будьте энергичными. Не бойтесь тратить энергию. Не бойтесь тратить энергию. Не бойтесь тратить энергию. Нет сил, плохо вам. Скачите, 333 энергия. Шуруйте, работайте. Вот сидите. Я не могу уже. Я не могу уже. Встали. Отдохнули. Говорите. Энергия. Важно. Энергия. Важно. Садитесь. Я буду энергичным. Я буду энергичным. Звезды высасывают. Игрегоры высасывают. Все остальное. Весь мир в труху. Пусть все вообще исчезнет. Пусть вообще у кого угодно, что угодно происходит. Я все равно буду делать свою работу. Я все равно буду энергичным. Я все равно буду вкладывать силы. Я есть бульдозер. Так живу. У меня был период такой. Я болел онкологией. Знаете эту историю. Я ее в школе рассказывал. Просыпаюсь я утром в 7 утра. Лег в 4 утра. И уже температура. Кашляю. Задыхаюсь. Глаз болит. Аллергия. Волосы выпадают. В руках тремор. Но у меня работа. Но у меня работа. Иду, бреюсь. Чищу зубы. Злюсь. Дышу. Приседаю. Ем. Не хочется кушать. Выпиваю таблетки. Прихожу и говорю себе. Еду на машине. Говорю. Энергия. Энергия. Найди в себе энергию. Плохо тебе. Пофигу. Будь энергичным. Найди в себе энергию. Приезжаю. Отрабатываю. Не показываю. Максимально. И говорю себе. Нет. Я не позволяю себе. Не поехать. Еду. Встречаюсь. Разговариваю. Пью водичку. И так далее. И все. И все. И ничего страшного. Пережил это все. Понимаете? Но не потерял. Понимаете? А какие люди бывают? Мы имеем серьезные, огромные ресурсы нашей души. Они настолько имеют огромную силу. И мы способны быть сильными. Найдите в себе эту силу. Найдите. Только не теряйте доброты. Потому что очень часто человек, который начинает думать, что он энергичный, то почему-то у него включается какая-то идея, что он должен быть как собака. Я энергичный и добрый. Вот вам пример. Я энергичный и добрый. А когда плохо, я не гавкаю. Почему? А зачем? Разве человек виноват, что мне плохо? Все. Будем заканчивать.